Девушки отдыхают Пусть ваш колокольчик сегодня зазвенит Завалите этот выпуск Комментариями, потому что у нас сегодня Человек, про которого можно говорить Годами И так и не принять его Ни один проект Продюсер Наш друг Блин, отец Причем и наш Отец, сын Для комедий Клаб Продакшн Это Стас Шеминов, а для нас это Стас Шеминов Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо всегда в кепке. Как режиссер по-настоящему. Why so serious? Продюсер. Подожди, подожди. Волнуешься? Нет, я волнуюсь. Короче, у нас походу гости закончились. Мы на сегодня день самоуправления. Вообще, мы делаем, что хотим. Нам надо точно объяснить зрителям, почему я здесь. Почему ты здесь? Да потому что ты популярный. У тебя же концерт скоро, скажите. Да, кстати говоря, 25 января в Крокус Сити Холл метом не будет. Но вы приходите. Да, вы приходите. Давно с января в Крокус, или это не у нас? Ты просто сказал. Тихо, тихо, тихо. Шаша, 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 ты не понял. Ну что, один из самых больших продюсеров сейчас в России. Да, продюсер, давайте для тех, вдруг кто-то не знает, продюсер шоу-импровизации канала ТНТ, импровизация команды, продюсер ютуб-шоу. Продюсер ютуб-канала, на каком бы вы не смотрели это ютуб-канале, он его продюсер. Шоу-контакты, истории, громкие вопросы, «Черно-белое» помните? И мы не помним. «Нарепите». «Нарепите». Вот, пожалуйста. Новое шоу на канале «Шестун» на цитаты. Цитаты. Подожди, а «Джем импров», который еще не вышел. А, и где все серьезно. А, и, конечно же, игры. Не игры, не игры. Что-то забыли. Что-то забыли. Что-то забыли. Но вы напишите в комментариях. Давайте сегодня все будет, знаете, в душевных комментариях. Вы как на региональном мероприятии, когда спрашиваешь, как тебя представить, он так, записывай. То есть вы даже назвали шоу, которых еще нет. Просто классный. Да когда это выйдет? Когда это выйдет, понятно. Ну, когда это выйдет? Уже докроется все. Все уже есть. Ты что, ты так мало сделал, и вы ебываешься, а он, смотри, сколько делал. Да просто он у нас друг. Ну, что мы разговариваем вырезанным? Ну, люди сидят, ждут. Стас, Стас. Да со смехом помните? Да. Стас, я что говорю? Изнутри это удобно. Изнутри удобно. Блядь, а у дрона привстал, пиздец. Блядь, как охуенно! На, просто хуяк, и все, блядь. Здесь всегда так жарко. Всегда так жарко. Стас, ты не боишься, что вот сейчас классный зайдет выпуск, и тебя начнут звать везде? Да. И придется везде ходить. Я на некоторые шоу, возможно, схожу, а на некоторые точно нет. Я себя знаю, пойдешь? Я на... Я себя знаю. Да. Я себя знаю, сходил бы. Сходил бы. Сходил бы, да. На спортивный инстинкт сходил бы. Конечно. В шоу-импровизация сходил бы? Гостем? Нет, нет. Не пошел бы, не нравится, да? Хуйня какая-то. Не, не... Ну, прикиньте, вы играете в Суфлю Тимс. Ну, поиграй в Суфлю Тимс. Мы не будем играть сегодня. Привет. Привет. Ты сегодня красивый. Да ты лох вообще. Ты даже сейчас мешаешь нам играть в Суфлю Тимс. Я спасу тебя. Димон, плюет. Как вообще? Как вообще можно 6 пен лет нам мешать? Ладно, Стас. Я здесь как интервьюер. Так ты делаешь. С зачатки интервьюера. Как дела, как бизнес? Мой бизнес зависит от вас, поэтому, ребята, мы вместе, у нас все хорошо. Стас, ну смотри, правила тебе объяснять не для никакого смысла. Ну, давайте объясним. Только зрителям. Только зрителям. Мы сегодня одна команда. Мы вместе победим или вместе проиграем. Наша задача отвечать на вопросы, записывать ответы на вопросы на этих карточках. Самое главное, есть две вещи, которые самые... Они равноценны в своем главенстве. Это константа. Это константа этой программы. Вопросы должны быть хорошие, а ответы должны у всех совпадать на карточках и быть правильными. Минута же на вопрос. И все баллы там эти в супер игре. Нам очень пригодятся. А сегодня у меня, например, лично в планах все 7 набрать. Когда еще? Сегодня рекорд. Опять с кем-то разговорить. Надо его показать врачу. Сереж, твоя честь. В наушниках будем. Мы будем в наушниках. И мы хотим придумать с тобой уникальное празднование правильного ответа. Блин, нужно что-то реально. Что мы делаем? У меня две. Во-первых, я про вопрос должен сказать. Да. Я должен сказать про вопросы. Когда победили все вот так делали. Охуенно. И что-то неразборчиво говорили. Да я не зима. Да я не зима, да? Да я не зима, да? Да я не зима. Да я не зима. Вот и придумал. Придумано, Алина. Нет, придумай ты. Мне очень нравится. Все, офигенно. Нет, я заранее, когда шел, думал, сейчас подумаю, что-то придумал. Живите долго процветаете. Что? Я думал, вот я думал, что будет смешно, что мы будем придумывать. А я не могу так сделать. Вот, в этом был прикол. Но потом подумал ерунда. Потом подумал кричать, и импровизация, и я тоже. Ну, нет. А это очень прикольно. По дуалипу. То есть, когда, да, во время съемок, когда меня что-то нервирует, я пытаюсь к вам подойти и сказать, Пацаны, все хорошо, пиздец. Да, давайте говорить, да все нормально, пиздец. Да все нормально, в принципе, давайте. А я правильно понял, что сегодня будет много каких-то интересных фактов о внутреннем устройстве передать? А, откуда же ты? Да. Ты будешь рассказывать? Просто мы не очень знаем. Ну, типа, что меня трудно монтировать, Сереже трудно. Тебе не трудно монтировать. Меня не трудно монтировать. Ладно, но раз мы про внутренние истории, все заметили, что скрепка на руке Сережи все больше и больше. Знаете, были такие маленькие. Она к локтю уярит. Она скоро разгибаться начнет. А помните, были маленькие скрепки для тетрадок и большие для амбарных книг? Вообще. А дома так и нет, блядь. Я жду, пока будет круг. Разожрешься, блядь. Круглая скрепка. Короче, из внутренних историй. Я когда гостям объясняю, как объяснять вопросы, всегда говорю, если вопрос, например, как зовут... Не, кто был по профессии Папа Карло? Я всегда говорю, надо говорить коротко. Буратино, Папа Карло, профессия. Ну, смогу ли я делать так сам? Сейчас проверь. Так, нужно порепетировать. Давайте. А как будто бы мы правильно ответили на вопрос. Как будто бы мы правильно ответили на вопрос. А что вы говорите? Ну ничего. Пацаны все. Да, все нормально. Не вне это поговорили. На общий смысл. На общий смысл. Так, правильно ответ. Правильно ответ. Мы абсолютно готовы. И мы переходим к первому вопросу. Погнали. Дамы, добрый вечер. Сегодняшняя церемония пройдет в стиле Титаник. Потому что в руках у меня роза, а внутри Джек. Так вот, Аня, подойди, пожалуйста. Мы совсем мало с тобой общались, но я сразу понял, что хочу еще. Скажи, ты примешь эту розу? Что? Ты снимешь кожу? Я говорю, ты примешь эту розу? Ты стримишь с позом? А где посмотреть? Аня, я говорю, ты примешь эту розу? Фунчозу? Розу, да, конечно. Мне вот прям нравится, когда человеку можно что-то громко объяснить, и он сразу понимает. Понимаете? Алиса, подойди, пожалуйста. Мне кажется, ты знаешь меня как никто другой. Ты как будто видишь меня насквозь. Скажи. Ты примешь эту розу? Да, конечно. А я знала, что его УЗИ, МРТ и флюорография мне пригодятся. Все-таки нельзя недооценивать врачей. Лена. Я понятия не имею, чем ты меня зацепила, но скажи, ты примешь эту розу? Ну, давай. Ты мне вообще все равно, остаюсь я в проекте или нет. У меня своя цветочная лавка за углом. Было уже 9 сезонов. В каждом сезоне по 15 выпусков. В каждом выпуске девушки давали по розе. Поверьте, я прекрасно себя чувствую. И, наконец, последняя роза. Оксана. 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 Оксана, ну ты опять в телефоне. Ну, мы ни разу с тобой не сходили на свидание. Мы даже не поговорили нормально ни разу. Ты все время в своем телефоне. И вот опять ты балуешься. Да что там у тебя такое? Что это? Тинькофф Инвестиции. И что, ты в этом шаришь? Так а что тут шарить? Я прошла Академию Инвестиций. Мне быстро объяснили, как работают акции, облигации и биржевые фонды. Теперь я понимаю, что такое инфляция и как правильно выбрать стратегию инвестирования. И, кстати, если до 7 октября пройти блок из 4 коротких курсов, то за каждый можно получить акцию от Тинькофф в подарок. Плюс еще одну за прохождение всех 4 курсов. Так, что там, ты меня выгнал, да? Все, тогда я пошла. Всем по кассике. Погоди, Оксан, помоги разобраться. Оксан, ты примешь эту розу, Оксан? Скачивайте Тинькофф Инвестиции по ссылке в описании. Это удобное мобильное приложение. Пополнение счета возможно с карт любых банков. Ввод и вывод денег мгновенно и без комиссии. А еще удобная социальная сеть для инвесторов, где можно анализировать стратегии лучших. Психологический тест с коллекциями и пятыми. Перечислите тест Роршиха. Ложка? Ложка? Нет, Роршиха. Ложка? Роршиха, Роршиха. Ложка? Вчера ты пришел... Человек приходит... Спишь... Психологически. 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 Роршиха. Что это? Роршиха, Роршиха. Блин, Стас, какой же ты козел. Тупой урод. А ты ведь, наверное, когда смотришь, ты думаешь... Тест, 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 Роршиха. Что это? Тест психологически. Дождь психологически, но мы поняли. Тест, тест, Роршиха. Роршиха, тест. Ложка? Не ложка, блядь. Но это еда, ложка, точка, точка. Дрожка, стеклышка, ложка. Теория? Тест. Психолог. Да психологическое мы поняли. Тест, тест, тест. Какой неудобный ролл. Давай, давай, пиши. Семь из семи, блядь, ага. Да, блядь. А мы команда, да? Двадцать из семи сейчас сделаем. Ложка, блядь. То есть такие проблемы у меня во рту? Да. Арсений, ты можешь говорить сегодня всю правду? Больнее ты мне уже не сделаешь. Что? Ну, одно слово хотя бы вы написали. Психологическое... Психологическое что? Психологическое... Психологическое что? Пси? Нет. Второе слово, какое было? Я это и хотел узнать. Давай, давай, давай. А вот теперь давай. Психологическое. Ложка. Там было психологическое. Арсений, вообще, сделай шаг. Сделай шаг. От психологическое и ложка. Помощь. Психоложка. Психологическая помощь. Не от ложки. Психологическое что-то и вот ложка. Не от ложки. Давай, Арсений, ты можешь. Я знаю, ты можешь. Ну, давай, подождите. Ты можешь. Это что-то ложка. Психологическое. Подожди, я не говорю психологическое. Я что-то... Может быть, что-то из матрицы? Смотри, психологическое... Ложка. Что? Ложка? Я даже сейчас не понимаю. Ну, не ложка. Я даже сейчас не понимаю, что вы говорите. Я не знаю. Психологическое столовое ложка? Нет, нет. Вилка! Что ты говорил? А что ложка? Психологическая ложка это вилка, правильно? Конечно. Так, нет. Что ты говорил? Подожди, я сказал, вот он понял, что что-то психологическое. Не знаем окончание. Почему не знаем? Ты же знаешь. Я-то знаю, но я не говорю. Ладно, хорошо. Психологический. Слово. Ложка. Но там не ложка, там есть другое. Психологическое значение слова ложка. Я не знаю, я думал, что это толкование снов каких-то. Но не ложка. Но что-то рядом с словом психологическое, что-то ложка. Психологическое. Рожка, тошка, теория. Рож? Психологическое. Портрет? Психологический портрет? Пятна Роршерха. Абсолютно верно. Итак, внимание, вопрос. Психологический тест с кляксами и пятнами. А вот это вот? Это я... Ну вот это пятна симметричные. Вот ответ. Вот что вы видите на этой картинке, молодые члены люди. Он же Рорша. Ну, может быть. Ну, у меня почти похоже. А что у тебя? Не знаю, он показывал вот так. А ведь его рана отняли от груди. А почему ты? А почему ты психолога не показал психолога? Ты показал... Стоп, а кто вот этот лежал вот так вот? Вот так? Тут он хамон. Я вообще думал, это паночка померла. Нет, ну это просто я показывал пятна, а потом руки не расцепил. А пятна беспокоят? Да я охуею, если к такому психологу приду. Что вас беспокоит? Да, из гроба он поднимается. Ладно, давайте я покажу неинтересную версию. Написал психологическая теория, может быть. Ладно, а вот там, мне кажется, что... Не, я просто решил вас поддержать. Легка беда начала. Легка, лиха. Начало. У меня стеклышко. Стеклышко. Психологическое стекло. Нет, пацаны, давайте так, начало... Начало не было, было стеклышко. Начало хорошее. Стеклышко, ну да. Вот так надо рисовать. По стеклышкам как-то. Ну да. Что вы видите на этой картинке? Кто-нибудь был на таком психологическом тесте? Нет. Это надо туда ходить? Я хотел через супергероев зайти. В смысле? Нет, домой тебе звонят. Не, ну показывай. Алло, Арсений, смотри, вам пора, блядь. Ну это же часть какой-то там процедуры. У тебя же самый непонятный род из всех, которые приходили. Ну это еще и Ерушина не было. С другой стороны, мы это знали, правильно? Там пиздец. Там же надо было в бочках, без рта отгадать. Нет, во-первых, давайте так. Пятна Роршерха. Роршер. Нет, не было слова пятна. Психологический Рорш. Психологический те. Давайте мы этому вопросу поставим 10 из 10. Да, 10 из 10. Вопрос хороший, но сложный. Ну давайте проверим, может быть, мы неправильно ответили. Тест Рорш. Роршарха. Роршарха. Одна ошибка. Блин, а я вот же не понял ни одного слова. Психологический. Я не понял, вообще ни одного слова. Нет, я понял. Просто неправильно, стеклышко. Просто этого слова не было. Нет, это Ширак, я понял. Да, да, да. Так, ну, Сергей, я пообещаю тебе, что я буду лучше. Арсений, я пообещаю тебе, что... Больше слов будешь объяснить. Возможно, нет. Я пока расстроен. Но мы победим. Нормально. Нормально. Ко второму вопросу. Поехали. Три. Два. Один. Ха. Ха. Слово, означающее дракони. Огонь на валерийском. Слово, означающее дракони. Дракон. Огонь. Это дракарис. Дракарис. Драка. Девушка. Блондинка. Женщина. Сериал, сериал, сериал. Чудо-женщина. Сериал. Дракон, дракон. Дракон, игра престолов. Дракарис. Дракарис. Да, да, да. Дракарис. И что? Дракарис. 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 Какое слово? Дракарис. Огонь. Да, я понял. Летит. Игра. Дракарис. Игра престолов. Огнем. Какое слово? Игра престолов. Скажи слово! Что писать? Дракарис 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 Драк Драк Эр Дракарис Как драк Так, все что угодно может быть, я себе представил эти, знаешь, сборники были рок-восьмидесятых. Ты написал после? Ну написал. Как ты его понял? Когда Шас мне его сказал по буквам. Вот так у него Д. Так, давайте, давайте, нет времени объяснять. Так, давайте так, давайте так, в этом слове зашифрована каким-то образом аллергия Шостана. И то, чем мы хотим сегодня заняться после съемок. Да, 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 да. Поз, поз. Ну ты мне, подожди, какая аллергия Шостана? Аллергия Шостана у него одна. Тупеж твой. Какой был вопрос? Блин, на самом деле вопрос сложный, ему я тоже ставлю пять, десять из десяти. Ну вот, Арсений, ты бы ответил бы? Слушай, нет, я не знал. Ну подожди, я написал все буквы, которые ты мне все буквы показал. Все, ты до последнего смотрел только. А то ты уже додумал после третьей буквы. Так, обращаюсь к людям, которые, возможно, слышат. Если в позу написано пару букв неправильно, я согласен с Арсением, это иностранное слово, очень сильно выдуманное. Да, дубляж там был нечеткий. Короче, слово, означающее драконий огонь на валерийском. Если я не ошибаюсь, то это вот команду, которую дает женщина на драконе, она говорит дракарис, и он огнем плюет. Дракарис. А, тогда я не досмотрел. Что, Игру престолов? Буквы твои. Ты написал Д, Драк. Написал что? Нет, просто Д. Я тебе показал Драк, и ты решил Дракон. Нет, еще чуть-чуть. Ты же мне не все показал-то на самом деле. Когда я тебе показал Драка, что ты дальше? Дракари? Дракар. Дракар. Ралли Париж Дракар, блядь. Какой, блядь, ралли Париж Дракар, блядь? Я знаю. Корабль, блядь. Дракар. Корабль викингов. Ну ты, если мне тебе показывал Дракар. Так. А, и показывал? Ну нет, там время кончилось. Но я думал, нахуй писать Дракар. Советский танк. Ты же мне показал Дракар, блядь. Как понять, нахуй писать Дракар? Ну я тебе покажу, блядь, рис. А на самом деле ответ, рис Визерспун, блядь. Мог бы догадаться. Ты не все буквы показал. Ну там время кончилось. Вот тоже, что? А что, Татар? Еще, говорит, ты досмотрел. Кому ты сговоришь это вообще? У тебя... Он мне показал все буквы. А ты что написал? Скажи идеально. Дракарис. Я очень быстро показываю по буквам. Хотя это порицаю. Ну, блядь. Ну, сейчас, ну ты показал такое слово. Во-первых, я в душе не ебу какой-то корабль каких-то викингов. Я в душе не ебу. Ты же видел корабль, да? Парус. А как вот это? Парус и корабль. Я откуда знаю? Ну, может, он в честь дракона назван. Но я откуда знаю? А, что сложное слово, согласись. Так нет, я бы не знал. Ну, то есть, в смысле, когда начали говорить, я в драконе. Я вообще, кстати, не уверен. Не, ну, такое было, чтобы ты мне объяснял слово, блядь. И в какой-то момент решил, а дальше он поймет. Но самое главное, что я и понял. Есть такое слово. Надо менять правила. На Дракарис нет такого слова. Не было у меня в жизни такого, что я прихожу в магазин, а там баба заставляет дракона огнем дышать. Дракарис! Ты не был после 11 вероводочных. А такое слово есть? Что за херня-то? Я вот если не смотрел, откуда я это буду знать? Ты знаешь такой корабль? Без пиздец. Да там дракона звали, по-моему, Дракар. Дракон, по-моему, звали Дракар. Кстати, по-моему, да. Или Драгу. Драгу. Или Драга. Драгу. Блядь. Это я тут, блядь, гармонист нахуй. Вообще-вообще. Это кто-то с революрами. Нет, Драгу. Это Джанга. Драгу это из Рокки. А ты что написал? Дракарис. Ну ладно. Пос. Ну ты хотя бы многоточие поставь, я не знаю. Ну как, сидит, показал R и все. Ребята, а почему мы ссоримся из-за него? Ну это же Игра Престола. Да как я мог знать, что это Игра Престола, братан? Блядь, ну как знать? Ну ты же всю эту минуту сидишь в сантиметрах от меня. Летать лучше не на Драконах, а на Авиасейлс. Покупать билеты и лететь на самолетах. А если не хватило рыбы или мяса, то ты на нее Дракарис. Подождите, я отходил. Где покупать билеты? Авиасейлс. Авиасейлс. Да. Самый лучший сервис. До сих пор работает календарь цен. Каких? Каких? Низких. Низких, Сережа. Да он не знает ничего про слово низких. Нет, просто низкие. У него золотая карта в метро. Низкие это что значит? Вот я низкий? Да. Как цены на Авиасейлс. Да. Они даже чуть ниже, ты поэтому не последний. Продано! Давайте узнаем правильный ответ. Кстати, сейчас неправильно, а будет обидно. Давай, Стас. Ну ты же слышал Дракарис. Какие Драхтибедов? Дракарис. Ну ладно. Подождите, а чем закончилась эта Игра Престолов? Там был Дракарис и потом наказали. Мы же вместе смотрели. Да, да, да. Я не смотрел. Во Владивостоке мы смотрели. Кстати, да, ты не смотрел. Ну было бы странно смотреть. У меня, пацаны, прошли, я проболтался. А, это было не Владивостоке, это был Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск. Это замечательная гостиница, где мы собрались все вместе. Классно провели время. Мы даже снимали на видео, думали, из-за того, что получится. Я тогда был в Трипушнике, да, помню. Была такая говеная Сережа, мы даже еще потом решили, что видео это можно выкидывать. У нас там не было эмоций, кроме как. Да. Кроме как радоваться, что Сережа не стыкнет. Ноль из двух. Ноль из двух. Но это не повод расстраиваться. Конечно, потому что впереди нас ждет третий вопрос. Поехали. Понятно. День шестнадцатый. Я уже максимально близко где-то в начале третьего тысячелетия. От постоянных нагрузок машина времени дала сбой, в отличие от меня. Но я нашел эксперта, который сможет ее починить, и я смогу продолжить свои путешествия во времени. А вот и он. Так. Здрасте. Вызывали? Что у вас тут? Да. Вот не работает. Ага. Ну разберемся, хозяин. Показывать, что у вас там. Вот. Полюбуйтесь. А вы точно эксперт? Конечно, е-мое. Кабинка японская. Только немного необычная. Тут, конечно, какие-то... Осторожней. Тут же все очень дорогое. Дядь, не боись. Я с такими двадцать лет работаю, а? Ешкин кот. Я такого делал, переделал. О-о-о. Мы с Игорем, знаешь, как двери научились такие хлипкие делать. Берем туда дебилек маленький, загоняем. Я... Понял, понял. Скажите, а сколько это времени примерно займет? Мне бы успеть в две тысячи двадцать седьмой попасть. Да я раньше справлюсь, дядь. Иди посиди, почитай. Не мешай, пожалуйста, а? О, хорошо. Принимай, хозяин, работу. Как? Уже? Да, смотри, все готово. И вот так вот закрываем. Вот тут. Оп. Ты... Че... Сделал? Я душ сделал нормальный. Там были какие-то провода электрика. Это ж вода опасна, ученый должен понимать. Я все повыбрасывал. Можно пользоваться. Двенадцать шестьсот. Как? Повыбрасывал? А где мой конденсатор потока? Такая ерунда, на Y похоже. Тоже выбросил. Че за странный смеситель. Я поставил хороший финский, он... Бой. Это же была машина времени. А теперь это тропический душ, массаж для спины. Дядь, ну ты не понимаешь прелестей. Я должен был на ней отправиться в будущее, чтобы успеть отправить себе сообщение в 2027 год. 2027? Так лучше сделать это через капсулу времени Билайн. И чего? Доставай телефон, дядь. Ага. Заходи, громкий вопрос, и там в описании ссылка. Билайн в честь 30-летнего юбилея дает возможность абонентам отправить себе сообщение в будущее, которое придет через 5 лет. Представляете? Представляете? Три, два, один... Мистер Бин. Мистер Бин. Мистер Бин. Мистер Бин. Да-да-да. Имя? Имя? Роберт Аткинсон. Роуэн Аткинсон. Аткинсон? Аткинсон, да. Мистер Бин. Мистер Бин. Том Харди. Сериал, сериал. Робин Роуэн Аткинсон. Имя мистер Бина? Мистер Бина. Аткинсон. Роуэн. Мистер Бин. Имя актера. Роуэн. Это же персонаж. А нам нужно имя актера. Роуэн Аткинсон. Мы нарисовали картину. Стекло. Точки. Аткинсон или Роуэн Аткинсон? Роуэн Аткинсон. Телевизор. Фамилия. Фамилия. Мистер Бин. Кого это, блядь? Фамилия. Комар. Комар. Блядь. Подожди. Ладно, все, я пишу. Открываем канал Арсений Попов. Канал. Подожди, Арсений Попов. Он что-то мне объяснял, объяснял, а потом, по-моему, передумал. Шас, ну вспомнишь, что я тебе, как бы, так, ну, рисовал. Ну, не подсказывай. Арсений, сейчас без претензий? Да. Ты мне не то объяснил? То, но не уверен, что смог. Нет, если ты мне объяснил то, то я знаю ответ. Ну, просто ты потом что-то начал паниковать, что это не то. Нет, я потом, ну, ты произнес то, что я тебе сказал, я пошел к ним узнавать. Но. Окончание. Не смотреть себе над надежды. Снай. Искать в глаза. Нет. Тут чисто по буквам, правильно? Нет, нет. Ну, я, это, да, ты же мистер Бин. Ну. А вопрос-то какой? Как фамилия актера? Да. Фамилия или имя? Ну, кто сыграл мистера Бина? А, ну все-таки. И вот как его зовут? Роуэн. Роуэн. А, вот Роуэн. Я имя... Роуэн. 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 Аткинс. Ну, Арсений. Ну, поверьте, переверите. Ну, смотри. Аткинсон. Аткинсон. Что? Ну, это Роуэн. Блин, пауэр написал. Сейчас. Я потом понял, что... А, секунд. Ну, что я показывал? Ну, это Роуэн. Ну, самое последнее решили тебе показать. А, да, я это потом показывал. Что ты тебе показал? Это что было? Рисуешь картины. Картина. Потом вот так сделал. Стер с картины. И нарисовал. Это я не знаю, что это. Ну, фильм... У тебя известный его... Где он стер и нарисовал лицо в мистер Бине? Самая известная сцена. Ну, пацаны, ну это все равно, что, блядь, ответ Леонардо Ди Каприо, блядь. И вы показываете, нахуй этого, Ромео с пистолетом, потому что он играл в Ромео и Джульетте, блядь. А что для тебя, для мистера Бине еще? Я тебе показывал... Вот, я так же делал зачем-то. Ну, я что это, блядь? Ну, что? Какой это, нахуй? Подожди, а для тебя он, для тебя он кто? Где он играл? Не знаю, блядь. Агент 000? Агент Джонни Инглиш надо было тебе показать. Каким хуем? Агент Джонни... То есть мы бы тебе показали спец... Ну, там вот это всякую хуйню. Так вот мы это что-то и делали. Да нет, у тебя просто, блядь, зомби. Ну, все же поняли. Телевизор зомби, блядь. Телевизор, я сразу понял, мистер Бин. Это еще мне писька, 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 писька всю минуту, блядь. Какая писька? Ну, что ты говорил? Мистер. Мистер, блядь. Писька. Писька, блядь. Вот она, нахуй, вот это у вас летит, блядь. Маскит, ебаный в рот, блядь. Это пиздец. А, ты же не близко. Аткинсон. Просто Аткинсон. Я тоже забыл имя и решил... А, я объебался. А, ну нет, этот там тоже. Да ну не объебался. Ребят, ну я, в смысле, нахуй... Ну он не Аткин, блядь. Антон Аткин, не спать надо будет. Аткинсон. Ну у тебя Аткин написано. Нет, Аткинсон. Скажи, а какая разница, что у него написано, если у тебя написано москит? Вот, допустим, у него чуть-чуть с ошибкой написано. Хорошо, мы все признали. Ну я вообще не понял, пацаны. Давай хочешь спросим у создателя игры, если бы вдруг у тебя было Аткинсон, засчитали бы ответ Арсенья? Да, создатель игры, скажите, засчитали бы Арсенья, если бы у меня было написано Аткинсон? А, Стас. Стас, засчитали бы жестко. Ладно, а слово пищка в моските где там присутствует? Ну я понимал, что это не пищка. Слишком сложно для хуя объяснение. Вот это все. Шастун, шастун, шастун. Шастун, шастун. Москит, у тебя летел москит. Да какой москит на голову у тебя летит-то, блядь? Ну, ты его еще убил, пиздец. А как это, Димка, покажи пчелун? Пчелун, блядь, покажи пчелун. Я показал, что я бью, и происходит глобальный пиздос. Но мы-то знаем, мы-то знаем, что я настоящий импровизатор, они знают, что такое смена статусов. И они меняют эти статусы, то он лох, то он господин. Справляться с ним великолепно. А вот я, конечно, извиняюсь, тут лох, господин, а вот это вот вы пчелу нахера показывали. Это человек, который немножко остался в 98-м. Я тебе расскажу, на Netflix вышел сериал, который называется «Пчела». «Человек и пчела». «A man and a bee» или «The man and a bee». Ну, короче, как против. Против пчела, да. Короче, и там 8 серий про то, как Роуин Аткинсон справляется с пчелой. Не смешно. Нормально. И я должен был об этом знать, да? Ну, все знали. Ко-моему, мы хотели пройти такой сериал с ним. Сергей Матвенко против жизни. Сергей Матвенко против времени. В каждой серии ты преодолеваешь что-то типа лед, лужу, лужу, лужу переходишь. В основном он пытается справиться со временем. Пытаешься съесть бургер, не объебаться. Хороший сериал получится. У тебя не получается. К следующему вопросу. Давай посмотрим, как его зовут правильно. На самом деле его зовут Роуин Аткинсон. Неправильно получается. Аткинсон. Здесь идеально правильный сон. Зря писал. Не, все правильно. Ну, правильно, но зря. Так, а ноль-ноль было? Напомните, ноль-ноль. Ноль-ноль было, ноль. Ноль не было. У нас была, по-моему, одна минута. Да. А с кем это было? Это был все-таки один балл. Не, мы наберем больше. Конечно. Давайте продолжим. Я больше всего боюсь, что будут внутряки. Я знаю другие знания все, а внутряки нет. Надо признателен на все вопросы ответить. Ты все время пытаешься до меня докопаться и не получается. Да, это команда. Команда. Нельзя одному просто знать ответ и записать его, и сидеть курить. Так, давайте так. Предложим ответить. Ответил один человек в этом вопросе. Ответил опять один человек. Неправильно. Ну, неважно сколько. Если один, этого достаточно, чтобы в общем вопрос был неправильный. Значит, ты не доработал. Все, погнали. Нет, у меня все четко, по-моему, флаг. Ноль из трех. То есть все. Все не доработали. Ты не доработал. Я не доработал. Где-то я где-то не доработал. И вы не доработали, что нам не донесли правильную информацию. И очень сильно я не доработал. Нет, это не правда. Что согласился. Да он первый раз в жизни что-то признал. Ну, давайте, все, на этой хорошей ноте. Да, все. Так. Ладно, четвертому вопросу возьмем. Все, берем. Я оценку вопросу опять 10 из 10. Зачем ты их оцениваешь? Ты потом закончишься шоу, пойдешь к своим и будешь оценивать. Ты давай здесь поиграй, расслабься. Кайфани, жизнь одна. Ты с тобой кайфанешь, блин. Человек, который создает кайф. Арс умеет кайфануть. Я рано надел, да? Нет. Погнали. 0 из 3. Четвертому вопросу. Поехали. В чем летает Баба Яга? Баба Яга летает ступа. Ступа. Баба Яга. Ступа. Ступа, да. Пишем ступа. Ступа, в чем летает Баба Яга? В чем летает Баба Яга? Баба. Женщина. Баба Яга. Это ступа. Ступа, ступа, ступа. Ступа, да? Писать ступа? Ступа. Писать? Ну вот! Аткинсон. Сразу видно, да, кто оплачивает? Экономится и бумажки сидит. О, простите. Заигрался. Что, такая легкотня? Ну, что хочешь сказать? Перед мотором я всегда все вопросы раскладываю по двум стопочкам. В одну стопочку сложные вопросы, по трем. В другую легкие, а в некоторые такие, с подковыркой. Подковырка обычно один, два, не больше. Сложных половина и легких половина. Этот лежал бы в таких легких вопросах. Каких нельзя придумать еще? Ну, правда, Лёв. Ну, а давайте поймем, какой был вопрос. Секунду, просто... Рисунки. Да. Итак, вопрос, в чем летает баба-яга? Во сне. В сказках. В юбке. Тих, 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 тих. В самоленах, потому что она покупает билеты на авиаселс. Да, если бы она знала про авиаселс, да, покупала бы там. А так, в ступе. Ступа. 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 Мы говорим, что это неразборчиво. Вначале отклеило. Мы говорим, что это неразборчиво, правильно? Угу. И ответ... Ступа! Ступа! Ну, все, нормально, 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 нормально. Вот, 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 пошло. Один из четырех. Отлично. На самом деле, очень простой вопрос. Очень простой вопрос. Я даже не знаю, почему он тут. Как вот люди думают, и вот тут они попадутся. Так, подожди, а такое реально бывает, что ты, например, смог ответить, что такое ДНК, как оно расшифровывается? Нуклеиновая кислота. Как Ройнаткина. Дезокси... Нуклеиновая. Дезоксинуклеиновая? Нет, еще что-то я в слове пропустил. Ну, короче. Я не знаю. А на ступе могут затупить. Ну, можно. Может, согласен. Можно затупить. Да. Но мы не затупили. Мы не затупили. Хорошо, очень сложный вопрос. Да. Очень молодцы. Не-не-не, ну согласитесь, этот вопрос дал нам повод, мы заработали сами. Жироща, ДНК, это кислота. Я даже пританцовываю, если честно. А ты все думал, комитет? Смотрите все выпуски раньше, чем на YouTube. Бесплатно в приложении The Hole. Ссылка в описании. Стас, давай отрепетируем с тобой вот эту штуку. Она хороша, когда до этого и после этого тихо. А когда только не забыли, не забыли, но она все, оп! Понимаешь, смазал момент. И тут ты хуево сделал. Понял? Хайфуй! Жизнь одна. Я одна у меня с Арсением. Один из четырех. Переходим к пятому вопросу. Погнали! Три, два, два, один. Кому подарили жало в громком вопросе? Бибурешвили. Громкий вопрос. Бибурешвили. Громкий вопрос. Бибурешвили. Подарили. Подарок, подарок. Меч. Меч. Бибурешвили. Меч. Бибурешвили. Меч. Бибурешвили. У нас здесь играл... Расскажи в одну сторону. Меч. В одну сторону. Бибурешвили. Бебуру. Бебуру. Меч. Что? Меч. Что? Бибурешвили. 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 Громкий вопрос. Бибурешвили. Да. Меч. точно 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 да 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 это точно стас арсений вот где я был не прав назови на твой взгляд так топ 3 импровизатор не поздно музыка не играть я все слышу кушка блять ну да давай давайте так как как почему мы взяли вопрос легко почему ну во первых потому что легкий вопрос да во вторых потому что я точно знаю кому и чё дарили в этой программе память феноменальна во вторых то что арсений великая по губам и потому что позов почему-то все понял меч что стоп кто писал позову я но я ему не объяснял ничего про меч я ему говорил что писать я меч понял еще там и ну все кому дарили меч в громком вопросе что здесь понять вот это и ты помнишь кому ох я тебе напомнил сколько было подобно написано блять не написано меч а меч что меч блять никому дарили ты помнишь да точно потом еще арс показал кого в очках очка показал и я то это бебур бебу решили точно не ты даже их бебу решили позида вопрос это не прочитал а ну ты как будто бы ему подарили жало в громком вопросе жало это меч который был у фродо жало блять вот я бы посыпался сергей мы с тобой мы рядом всегда в такие моменты мы рядом бебурешвили очень похоже на жало на жало на жало все бебур ну надеюсь отклеим ну что ну когда хорошо так хорошо отклеим сейчас за бебур не засчитают и все да конечно андрею бебурешвили побежать я уже смазываем не смазываем но отпразднуем 2 2 из 5 это нормально чуть ниже среднего чуть ниже среднего это как это пятибалльная оценка в школе ты всегда это говорит что она не объективно 2 из 5 3 из 6 4 7 нам что если мы все возьмем идем типа без без промок да давайте на этом мы закончим и перейдем к шестому вопросу поехали а кого лениво ловили на мели в скороворке а кого лениво скороговорка 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 я понял скороговорка ну что делаем я что делаю налеваю на лим налим ну давай по буквам Н. Н. А. На. Л. Налим, блядь. М. Налим. Понял? Налим. Я понял. Позов давай! Бля-а-а! Позов. Я что-то не понял, что ты потом говорил. Как будто говорил... Да, Арсений, вы как его все свои страшные рыбы. Как? Окунь! Сельдь! Блин, ну я придумал этот прикол, и не мог остановиться уже, что это Налим. Не, да кажется, это показывает. Бля, охуенно, Налим. Потом не понимаю, что ты говоришь. Так, а что, все уже проговорили, правильно? Да, Налим. Кого ли не выловили на мели в скороговорке? Откуда я знаю что-то про скороговорки? Ну что-то помню, это Налим. Налим. Налим, конечно, а кто же еще? Кстати, знаете, как называется, когда из этого, из озера ловят только, ну, только карасей? Как? Это называется карасьмент. Ты просто пришел, блядь, с готовой шуткой. А когда настанет момент? Короче, слушайте, собрал царь. Ну это как Налим. Давайте посмотрим правильный ответ. Карасьмент. Придумай что-нибудь про мента. Да, кто тебя остановил? Налим! Ну, нормально, ребята, мы ждем, что мы ждем. Ребят, перед тем, как перейдем к другому вопросу, уберите рыбу. О, тишина. Ментай родился. Давай. К седьмому вопросу. Поехали. Три, два, один. Английское название яичницы болтунья. Не знаю. Английское название яичницы. Яичница. Болтунья. Скрембл. 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 Омлет. Английское. Английское. Скрембл. Омлет. Скрембл. 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 Яичница. Понял? Скрембл. 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 Да, да. Скрэмбл. Скрембл. Скрембл. Ой, легкотняк, конечно. Как страшно. Прям выключили музыку? Почему? Вы видите, что я написал, и выключили мне музыку? Мы просто с Арсением сходили примерно на 600 совместных завтраках в любых городах России. Поэтому я издалека могу понять, что ему заказывали. Блин, как страшно, когда не знаешь ответа. Ну, то есть я не знал ответа, но я думаю, сейчас мне будут говорить что-то по губам, и я не пойму ни черта. Но ты сказал, и я понял, усе. Потому что это даже this is... А вы как его написали? Ну, типа с английским? Я русскими буквами. Я, кстати говоря, ты уверен, да? Он же, наверное, в английском... Это русское слово, скрэмбл. Просто я написал корень скрэмбл. Скрамбл. Какого тут? Чандлер. Вообще скрэмбл. Какой вопрос-то? Как называется английский... Как английское название яичницы болтуни? Ну да, скрэмбл. 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 Я... Ну они вообще скрэмбл-эс. Скрэмбл пишутся, ну там буква А, но она как-то... Ну скрэмбл, скрэмбл в целом, ну это все. Скрэмбл? Скромбл. Это... Скромбл. В зависимости от того, в Москве есть шотландик. Конечно. Есть скрэмбл. Есть скрэмбл. Скромб... Скро... Скромбл. Скромбл? Скромбл. Да почему скромбл, блядь? Это что, вот это вот... Ну что, я знаю Q. Вот это. Святая О. Скрэмбл. Смотрите на рисунок. Как называется это? Да вот это и называется. На рисунке все равно нихуя не понятно. Сережа выяснил вопрос. Вопрос хороший тоже. Молодцы. Ребят, молодцы. Скрэмбл. 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 Еее. Ооо. Ну, давай, пацаны. Мы сейчас выважаем. Довольно, честное. И скрэмбл отправляется... Сереж, как ты предсказывал, 4 из 7. Из 7, да. 4 из 7, 4 минуты. 4 из 7, 4 минуты. Это классика. Классика. А почему 4? Потому что у нас четверо. Потому что вы великолепные. Четверка. А ты что тут делаешь? А я только так, ваш... Карабас. Карабас. Барабас. Это ник Фьюри просто. Ник Фьюри. Так, мы не собираемся, а мы не собираемся проигрывать сейчас? Проигрывать? Нет, не собираемся. Типа, если сложный вопрос, то мы будем тупить? Нет. Так 4 минуты. Я просто хочу ваш настрой понять. Нет, 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 нет. Куда ты торопишься? Давай так, ты здесь гость. Ты... Кайфуй. И получается, Арсений... Какой-то летишь, куда торопишься. Знаешь, вот человек, который наслаждается процессом, ему важен процесс. А ты уже к результату какому-то идешь. Я же играю в игру. Ты хочешь подарок увидеть? А он есть? Конечно, ты же позавчера нам сказал, что ты будешь участвовать. У нас же было время подготовиться, поэтому подарок есть. Подожди, а ты же обычно занимаешься подарком. И что? Ты выбрался подарок? Сегодня ты убедишься, что не зря ты это делаешь. К супер игре! Поехали! Друзья, супер игра! У нас в гостях по-прежнему Стас Шеменов. Это наш босс. Ну, кстати, мы должны тоже что-то про него говорить. Это вот наш босс, который... О мой босс! Который нас не бесит, например. Знаешь, есть бисючий босс. Это классный босс. Здесь не сносный босс, а этот еще такой сносный. Сносный босс. Так а что, 4 балла-то норма. 4 минуты. 4 балла, это классика. Классика. Это типа в среднем по минутке на вопрос. Стас все знает. На всякий случай для зрителей мы по очереди задаем вопрос. Стас говорит ответ. Чем больше игре, тем больше шансов. Случайно или не случайно попасть в правильный ответ. Загорается зеленый. Ход переходит к другому игроку. За 4 минуты объясняем 4 вопроса. Вуаля, победа. Все дела. Все. Победить надо точно. Потому что если поражение, зачем тогда все это делать? А что, если поражение, то что? Типа кабус. В смысле должен? То что? Ты же хочешь победить. Ты же говоришь. Нет, естественно. А если поражение, то что? То наказание. Какое? Мы уходим из импровизации. Мы уходим из импровизации. Хочешь, мы придумаем наказание? Просто всю минуту. Я придумал наказание. Я придумал наказание. Какое? Если проиграем, то я приду еще раз. Вот это вам наказание. Супер игра. Поехали. Ну что, давай я того, который потоньше, а ты любовница свою. Ну иди договорись. Все. Я быстро. Так, я быстро. Босс, мы раз в сто лет пришли в кино, ты в телефоне сидишь. Сейчас, ну я все помню, что там будет. Там в конце Сережа. Не знаю я, что в конце там Сережа. А что там в конце Сережа? Ничего там в конце Сережа. Сядь посиди. Шоу истории в кино. Прикиньте. Три, два, один, пять. Вот сюда смотрим. Какой овощ был сыщиком в Чаполино? Какой овощ был сыщик? Сыщик. Сыщик. В Чиполино Какой овощ там был? Перечисляй все подряд Чиполино, овощ, сыщик Сыщик Чиполино Лук, ну перечисляй Капуста Нет, не капуста Какой? Фу, слава богу, не успокоился Давай, давай, давай Певица, певица Девушка, женщина Девушка, там, певица Там, да, да, две, две телки поют А что нет? Премьер-министр Какая певица, что? Игорь Горрич В сумке У певицы в сумке Что? У нее там Пачка себе Баинга, баинга Баинга Несколько кассет Бля, что у нее было? Где ты? Что было в сумке? В сумке Музыка, да-да-да Пачки, сигареты Несколько кассет Плеер 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 Кассетный Кассетный Какой вопрос? Что было в сумке? Несколько кассет Одна, вторая, третья Несколько Блядь Музыка 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 Мне кажется Кассетный 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 Помада Что помада? Тушь Тушь Несколько кассет Допадки сигарет Ключи 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 Дверь Задайте вопрос, вопрос мне Макс Заяц, Заяц, вопрос Нет, что было, хуй это, у девочки Севера Вопрос Это его вопрос Какого херня, ты считаешь вопрос? Вы поняли вопрос? Да я уже знаю этот вопрос Девочки Севера, Макс Заяц, у девочки Севера Ну, что было, премьер-министр А, в сумке, кроме пачки сигарет Кроме пачки сигарет Я не знаю, никогда А так что? Я не знаю Кассеты, блин, да сюда Кассета Одна, несколько, несколько Много кассет? Несколько Не, не Буквы, буквы, буквы Что там было, блин? Не, не, сколько Несколько Несколько кассет Да, давай Э, прощай Сера, прощай Сера, сера Сцена Меладзе, меладзе Прощай, цыганка Сера, цыганка Человек Проходящий мимо Что? Проходящий мимо На латыни Флэш, молния, ртуть Человек, проходящий мимо на латыни Жирный кто? Человек Человек Проходящий мимо Человек На латыни Не понимаю, Серега Быстро бегает Не волнуйся Человек Проходящий Проходящий Переходящий Проходящий мимо На латыни Человек на латыни Какое первое слово? Человек, проходящий мимо На латыни Первое слово скажи, Серега. Первое слово. По буквам давай. Л-А-Т-И. А ты? Блять. Батый. А ты батышные солдаты? На латыни. Человек. Человек, проходящий мимо. Прохожий. На латыни. Где? На латыни. На латыни? Проходящий. Прогонится. Променад. Променад. Человек. А на латыни, проходящий мимо. Комикса Человек. Мама. Шаст. А разве может быть вопрос, человек, проходящий мимо? Что ты напортачил? Что ты напортачил? Что ты напортачил? Сережа, вся моя жизнь завязана на Сергея Матвиенко и на том, что он сделает в следующую секунду. Блять. Человек, проходящий мимо, блять. Шаст. Всю минуту, всю минуту. Нет, а он мне говорит, проходящий мимо, проходящий мимо. Я говорю, кто? Кто? Потом, когда я говорю, человек, он дал на латыни. Это все из-за спешки. Гомо, гомо сапиен. Ну и что там? Что там? Человек. Чего, просто ничего. Человек, проходящий мимо. Сергей. Ну какой, проходящий мимо? Разве я так говорил? Всю минуту, блять. Нет, я говорил, человек, прямоходящий на латыни. А почему? То есть гомо сапиенс? Человек, проходящий мимо, блять. Где ты такой, сука? Где ты мимо взял, блять? Да, блять, ну, там, если там написано, человек, прямоходящий, мимо на латыни, тогда мы тебя простим. Нет, ну, возможно, было. Прямоходящий, мимоходящий. Да, блять, ну, я очень, очень выжил. Человек мимоходящий. Блять, а почему я сразу не вчитался? Ну, знаете, бывает, ты бросаешь взор и такой, ага. Ну, а в ответ, ты мог подумать, что нет ответа на твой вопрос. Все, человек, всю минуту думал, человек, проходящий мимо на латыни. Блять, латыни. Слово на латыни. Я думаю, а почему я не знаю? А еще сейчас, говорит, человек, проходящий мимо. А проходящий, а прямоходящий, я знаю, хомо сапиенс. Хомо сапиенс. Хомо сапиенс. Хромо сапиенс. Ну, да, так. А, нет, это хомо эректус. Хромо сапиенс, это разумный. Ну, это мы бы даже не догадались, Серега, не переживай. Хомо эректус. Кстати говоря, пример вопрос, который я бы никогда не взял бы сюда. Хомо эректус. Кто-нибудь отвечает, хомо эректус? Да, я слышал. А, кстати, к разговору о Джоэ в сериале «Друзья». Хм, гомо эректус. Так, ну что, что, что? Ну, давайте так. Эректус могло... Эректус могло попасть только в Сережу. Че, че, че. Эректус мне и попалось. Ты бы лучше всех обезьяр схватил, а. Хомо эректус. Серега, эректус, ну ладно. А как было тут? Никто не знал ответа, а мы выкаркили. Какой овощ был сыщиком в Чиполине? Я сказал, капуста, морковка, лук. Что-то засчитали. А засчитали тебе морковь. Морковь? Не зря морковь. А этот вопрос, он же... А, мистер Морковь. Про этот вопрос... Дайте, не открывай, дайте я скажу про этот вопрос историю, раз уж у нас внутрики сегодня. Что было в сумке у девочки с севера, кроме пачки сигарет? Этот вопрос примерно полгода Максим Заяц, один из команды Минский Минск, пытается протолкнуть в эту программу. Когда у него это не получилось, примерно несколько десятков раз... Он предложил этот вопрос в шоу «Контакт». Да. И там ему было тоже вновь отказано. И сейчас, когда у нас день самоуправления, Максим Заяц своей легкой рукой впиздил этот вопрос перед самым финалом, скорее всего. Мой комментарий всегда был «Никто не знает». Я помню «Несколько кассет». Только я знал. На самом деле, это вопрос кайф. Но это же не весь ответ. И больше ничего, да? Пусть я так понимаю «Несколько кассет» «Несколько кассет да пачка сигарет». То есть ответ «Несколько кассет, а почему так долго мы не могли...» Потому что я не мог сказать «Несколько кассет» было немножко удивительно. Я говорил «Кассет». «Много кассет? Много кассет?» Да, а он говорил «Несколько». Что было в сумке? Ну, слава богу, этот вопрос закончен, его нету больше. Ну, Серега вывез, потому что мне казалось все уже. Потому что уже все... Знаешь, я уже вижу, что пост вот так просто сел. Ну, как он сидит обычно. А я не знал ответ. Я только когда понял, что я вам объяснил вопрос, что вы поняли, я дальше все, я ответ не знал. Но когда Серега показал кассеты, я понял. А я тоже очень много раз нашел вопрос. Но потом решил, что это неправильно, потому что я был уверен, что вы говорите. Но знаете что? Очень часто бывает, когда вы поняли, как будете показывать, вы не хотите нам дальше показывать. Ты говоришь, певица и двери Вот это Потому что Серега, как мне показалось Он типа премьер-министр, премьер-министр И я типа понял, что он знает Ааа, это премьер-министр был Что они здесь пели А кто курил? Пачки сигарет А я думал, девки на подпевке Девки на подпевке, блядь У Шуфутинского, правильно? Ты вот так поешь, потом показываешь Телке, и там две стоят Я показываю, здесь девушка, там заходят певцы и поют Здесь девушка была Когда была Ида Галич, то что мы ей подарили Серьезу же понял Выступление группы премьер-министр У меня простой вопрос Имя цыганки в песне Меладзе Сера Смушная спина Сера И тут мы до Сергея Матвеенко Наверное, правильно, Сера Человек, проходящий мимо на локтине Человек, проходящий мимо Блядь, я так долго это разговаривал Про это, да? А можно просто сразу Можно сразу нарезку его вот этих объяснений? Человек, проходящий мимо Нет, давайте, во-первых, признать На локтине! Вопросы, правда, были сложнее, чем обычно Да, вопрос хороший Внутряков почти не было Очень хороший вопрос Мы решили, но это тоже не такой уж внутряк Это человек, который смотрел, мог сказать Во-вторых, игра складывалась нормально Нормально В конце, да, для тебя Ну, для нас, для всех То я бы, конечно, сказал Человек, прямо ходящий На латыни Сказал бы Homo erectus И мы бы Я бы это понял Сразу И он бы это понял И мы бы Стаса больше не увидели в этой передаче А хочется Да Стас Поэтому тебе придется вернуться за победу Да Я даже, знаешь, что предлагаю? Сегодня же снять эту передачу Знаете что? Давайте прямо сейчас Первому вопросу Поехали Поехали Пацаны Ты, наверное, не знаешь Но в нашем шоу нет приза Но есть подарки Дальше пост расскажешь Арсений Или пост Не, у меня на самом деле Просто есть одна маленькая история Про подарки Мы буквально с тобой не так давно общались И ты говоришь Что-то Ничего не хочу Вот не знаю, что хочу Ничего не хочу Мы думаем Ну, мы же тебя знаем давно Мы обычно про гостей Начинаем там звонить Узнавать А мы на самом деле узнали вчера один прикол Да Но решили Что ты нас даже были в шоке от этого прикола Мы даже были в шоке от этого прикола Поэтому мы его озвучим всем Нам сказали, что ты хочешь Обезьян Не, не, мы сейчас не Но мы решили Нет Поэтому Встреча Давайте Ну, не, но мы решили Что Ну, это Знаешь, мы так А у имбова Он будет приходить Бегебутом и тигром, блин Он перепутал все мои кепки Так, подожди, подожди Перед тем, как ты скажешь Я должен сказать Всем, кто смотрит Что Все ваши подарки Которые вы мне когда-либо дарили Ну, практически все Были приколом Да Один раз был не прикол Потому что, ну, там Не, ну, подожди Ну, это мы правда узнали Не, 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 не А это сейчас правда Да хватит Ну что, я тебе не дарил ни приколы Не, ну, я говорю, когда вместе А про обезьяну правда Ну, не то, что я хотел тебе Ну, я Всегда любил Просто сын пошел в школу Нет, ну, всегда любил Роса и друзей И у него там была обезьянка И мне все нравится Ну, мы решили Это не дарить Сразу Это правильно На самом деле, подожди Ну, давайте уже Так дальше Расскажем Что просто человека Задержали на границе Нет, ну, конечно Стас всегда с приколом Потому что, во-первых Ну, у тебя все есть То, что мы тебе Столько дарим подарков Там, не знаю День рождения Мы тебе что-то дарим Не всегда с приколом Слушай, ну, мне кажется Все есть неправильная формулировка Ну, ведь наверняка не все Не все Но мы хотели тебя удивить Так У тебя же есть вот Допустим Не знаю Коллективы Или фильмы Или вот музыка Которую ты очень любишь И мы все это знаем Мы знаем, что там Обожаешь Звездные войны Сериал Друзья Группу Мьюз Фрэнка Синатру Все это ты можешь сам Мало того, что можешь сам Мы просто Вспомнили, когда мы дарили Дороху Помните, вот плакат Запад женщины с росписью Это было Да это кто угодно тебе может Все дарить Это можно купить В любом месте Да, просто ты завышаешь спланку Очень цель Вообще Я вот думаю Когда его одернуть Что, мне это все того не стоит Скорее 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 Которую поменяли на дом Нет Мы поняли Мы поняли Что есть все-таки Один коллектив Особенный Который Как нам кажется Ты особенно любишь И подарок Про этот коллектив Можем подарить Только мы И больше никто Плакат с вашими автографами Стасу от импровизации С настоящими автографами С настоящими Стасу от импровизации Ребята Вот у меня не надо Что повесить дома И до сих пор Не знаю Не, ну на самом деле Во-первых Такого ни у кого не будет Это эксклюзивно Конечно Это неповторимо Выкинули этот маркер Это неповторимо Хорошо оформлено Слава богу Рамка была в офисе Это я тоже знаю Ну подожди Ты сказал Пацаны Много тратим на подарки Много тратим на подарки Но в любом случае Естественно не взял Тотского подарка Мы все что захотим Другому подарим Но это прикольно Мне нравится Достаточно Естественно сказал Но это еще не все Это подарок материальный Ты просто заберешь с собой А вот нематериальный Да давай обнимай Это что же за весь Друзья Это было шоу Громкий вопрос Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Новый видос Подписывайтесь на это Канал На котором вы смотрите Это шоу И конечно пишите ваши комментарии Понравилось вам или нет И ждете ли вы Стас второй раз Это был громкий вопрос Всем спасибо Пока Запускаем хэштег Стас второй раз Субтитры сделал DimaTorzok